Здравствуйте, друзья! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. И сегодня у нас будет интересное онлайн-гадание на серебряном колдовском Таро на такую тему. Будете ли вы в жизни когда-то счастливы? Многие люди задаются вопросом. А счастлива ли я человек? А счастлива ли у меня судьба? А может быть у меня тяжелая карма, тяжелая судьба? И как же мне быть в этой ситуации? А мы с вами посмотрим. Ну действительно, тяжелая ли у вас судьба? Или вы будете когда-то счастливы и все разрешится благополучно? Многие люди страдают, страдают, а потом выходят в счастливую жизнь. А многие страдают всю свою жизнь по каким-то непонятным причинам. А некоторые прям сразу родились в рубашке и никогда не страдают, как многим кажется. Хотя на самом деле, конечно, у каждого есть проблемы. Но в целом, вот на фоне всех-всех-всех-всех людей, счастливая будет ли у вас жизнь или нет. И может быть ваша судьба благоволит к вам. Скоро вы разрешите все свои проблемы. Итак, у нас шесть позиций по одной карте. Пока я карты выкладываю, я вам хочу сказать, что данное гадание актуально на тот момент, когда вы его смотрите. Даже если уже 10 лет назад это видео записано, ничего страшного. Вы можете открывать его, смотреть, и оно будет как раз для вас очень информативно. Потому что именно в тот момент вам нужно услышать послание высших сил. Именно в тот момент вам нужно узнать эту информацию, которая содержится в этом видео. И это очень важно. Также, что могу сказать здесь, то, что это видео для вас несет терапевтический эффект в любом случае. Допустим, вы узнали, что негативная какая-то информация идет от карт. Ну, тогда вам есть к чему приготовиться, где соломки постелить и постараться активизироваться. Если вы услышали позитивную информацию, ну, она вас исцеляет прямо сейчас. Итак, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая позиции. Будете ли вы счастливы в жизни? Счастлива ли у вас судьба, или, может быть, нет? Итак, начнем. Для тех, кто выбрал позицию номер один, ваша судьба, насколько она счастливая, мы видим здесь паж Жезлов, карту. И мы понимаем, что по жизни вы человек довольно легкий. Легкий, яркий, интересный. Людям с вами хорошо, весело. И, конечно, такого человека несчастным назвать невозможно. Конечно, у каждого есть свои проблемы в жизни и трудности. Но энергия огня, которой вы управляете, плюс у вас может быть сильная энергия земли, потому что мы здесь видим ее, да? Мы видим энергию огня, мы видим энергию земли, мы видим, как воздух развивает волосы. Но больше всего здесь управление идет именно огнем, да? И две поддерживающие стихии. И мы понимаем, что человек очень многое может обладать лидерскими качествами, творческой энергией, старается вовсю. Это человек действия, это человек, может быть, лидер по натуре. Этот человек многому в жизни учится, старается, пробивает своим лбом. Это не то, что там взяли вам все, да, и на блюдечке поднесли. Нет, но позитива вам не занимать. Люди заражаются еще от вас этим позитивом. Это энергия огня заражаются. Скорее всего, вы донор, именно донор. Тот, кто аккумулирует в себе энергию и раздает окружающим. А посмотрите, какие целительные руки у девушки на карте. Скорее всего, у вас есть дар целить людей руками. Даже если вы кого-то погладите по голове, и вы являетесь плюс донором, да, у вас большой запас биоэнергии, то, конечно, скорее всего, у человека отойдут какие-то заботы, он успокоится и пройдет головная боль. Вы можете делать массажи. Вы многое можете делать своими руками. Может быть, в творчестве заняты. Вполне такое может быть. Может быть, вы стараетесь, там, не знаю, на клавиатуре даже печатаете, но у вас это получается быстро. Ум у вас острый. Вы все схватываете на лиду. И, конечно, такой пробивной человек в жизни не может быть несчастлив. Скорее всего, внешне вы очень красивы. Ну, либо просто примечательны для противоположного пола. Вы не можете быть одиночкой. Нет. Эта карта говорит о том, что вы в любом случае в будущем обретаете пару. И вас любят. Причем прямо сейчас кто-то любит вас. Есть человек противоположного пола, кто до безумия вас любит и восхищается вами. Это правда. Нет, у вас не тяжелая судьба. Да, вы будете счастливы. И еще сделайте очень многих людей счастливыми. Потому что есть у вас такой запас жизненных сил и порох в пороховницах. Не концентрируйтесь на негативе. Потому что пожар жезлов человека с тяжелой судьбой точно не назовешь. И вам надо брать себя в руки, включать свой позитив, свою творческую энергию, работать больше именно руками, что-то создавать, созидать. И у вас все будет хорошо. И обратите внимание на того, кто любит вас. Ведь когда нас любят, эти люди, они перед нами несколько слабее становятся. И, конечно, нужно беречь таких людей. Вот такая вот первая позиция. Вторая позиция. Тяжелая ли у вас судьба или счастливая? Будете ли вы в этой жизни счастливы? Посмотрим. Вы у нас королева мечей. В чем-то вы одиночка. То есть нет такого, чтобы вы прям обожали других людей. Но вы можете вполне теоретически общаться с многими людьми по работе, по бизнесу. Можете просвещать очень многих. Потому что вы умны, невероятно умны, талантливы. Причем логика у вас преобладает, математика, математический ум. Но даже если вы гуманитарий, то вы четкий такой гуманитарий. И вы человек в чем-то внутренне всегда огражденный. То есть вы можете прям с многими общаться, но при этом вы обособляетесь обязательно. У вас нет единения с толпой. Это правда. Более того, люди иногда вас воспринимают довольно холодноватым. Человеком, королева мечей, она строгенькая. Вас воспринимают строгеньким человеком. Если вы женщина, строгой очень женщиной. И часто вас воспринимают окружающие как одиночку действительно. Как человека, который не очень-то любит дружить, в компаниях сидеть, танцевать или еще что-то. Вы больше любите поковыряться в интернете, за книгой посидеть, за ноутбуком. Даже если вы что-то создаете, то тихо, сама с собой. Или сам с собой, если это мужчина. Почему бы и нет? Мужчина тоже может быть королевой мечей. Вполне себе. Легкой такую судьбу, как у вас, не назовешь. И причем управлять вы можете и бизнесом управлять, и на работе. И даже если вы просто рядовой работник, вы все равно можете проявлять лидерские качества. Иногда перегибая палку. Дома вы тоже можете строговато быть, холодноватый. И в чем-то непреклонный. Конечно, королева мечей проявляет к людям добро, но не безгранично. Именно есть в этом недоверие к людям. Нелегкая здесь судьба. Вы можете быть счастливы вполне. Счастливы в хобби, в работе. Но личная жизнь у королевы мечей часто не очень-то ладится. И для того, чтобы она ладилась, нужно растопить ледяное сердце. Потому что это королева льда. Королева, которая часто бывает слишком холодной. Слишком воздушной, слишком умной. Но слишком холодной. В чем-то неприступной, негнущейся. И вот для того, чтобы быть красивой и в то же время теплой, вам нужно утопить свое сердце, растапливать. Если вы мужчина, тоже есть какое-то ограждение, понимаете? Есть холодок. Вы можете быть прекрасным человеком, красивым прям мужчиной. Но закрытие сердца от других люди чувствуют. Вот становитесь теплее, любите всех окружающих, любите людей. Они будут видеть вашу открытость, будут видеть, что вы пытаетесь. Не бойтесь. Самое страшное в этой ситуации, в ситуации королевы мечей, это бояться быть слабым или слабой. Не бойтесь слабости. Из-за того, что вы боитесь проявить слабость перед окружающими, перед чужими людьми, вот от этого вы и закрываетесь, вот от этого и вы и прячетесь, понимаете? И, естественно, ваше счастье-то зависит не только от вас самого или самой, а еще и от других людей, чтобы вас обожали, чтобы вас боготворили, любили, чтобы у вас была семья полная чаша, чтобы дома было всегда уютно, хорошо. Нужно открываться, открывать свое сердце людям, быть слабее, пусть они вам помогают. Не бойтесь, чтобы они вам помогли. Не только вы можете кому-то помочь, ведь еще и вам могут помочь. Ну, такая позиция номер два, и вам это руководство к действию. Вам будет счастье в жизни, обязательно будет. Но когда вы станете теплее, сострадательнее даже. Позиция номер три. Счастливая ли у вас судьба или тяжелая? Верховный жрец. А вот у верховного жреца всегда двоякое у меня ощущение. С одной стороны, авторитет ваш не зыблем. Вы действительно человек уважаемый. В будущем к вам многие будут ходить за советом. Вас почитать будут. К вам будут относиться с благоговением. Вы будете занимать, возможно, какой-то высокий пост. Не из-за денег. Именно не из-за денег, а из-за своей морали, нравственности, правильности. Из-за того, что вы очень хорошо разбираетесь в каком-то вопросе. И ведь действительно, верховный жрец – это человек-то теплый. Он любит людей. Он любит людей. Он не будет вредить людям. Он старается ради них. Он старается увезти их куда-то, где светло. Постарается решить их проблемы. Неизвестно, кто решит проблемы самого верховного жреца. Но вот он будет решать проблемы всех. Возьмет на себя ответственность. И не будет никогда корыстным. Его могут содержать. Его могут поощрять хорошей заработной платой. Или успешным бизнесом. Высшие силы его могут поощрять деньгами вполне. Но работает и что-то делает. И общается. Он не из-за денег. Никогда нет корысти. Вот у вас нет никакой корысти. Вы очень мудры. Мудры. Ваша душа старая. Она пришла на землю, чтобы давать людям знания. Просвещать их. Показывать пример, как нужно жить. Показывать себя в качестве примера. Что вы можете включать силу воли. Включать характер. Можете учиться. Можете много работать, допустим. И показывать правильность людям. Правильность суждений. Вы можете быть кем угодно. Но люди на вас ориентируются. А вот счастье. Счастье здесь в просвещении. Счастье здесь во всех этих людях. Которых вы наградили этим счастьем. Быть рядом с вами в свете вашей мудрости. Вот так. Но здесь редко бывает счастье именно в страсти. В любовной. Здесь скорее счастье в законном браке. Когда семья крепкая. По верховному жрецу. Если он создает семью, она крепкая. Она незыблемая. Вот у вас будет такая семья. Если сейчас нет еще семьи. Она у вас будет крепкая. Незыблемая семья. Семья, когда... Вот этот брак точно ничем невозможно разрушить. Понимаете? Семья, когда... Человек... Создает такую ячейку общества. Которую все уважают. На нее все ориентируются. Как пример. Опять же, да, мы здесь видим пример. Пример семьи. Вот. И... С одной стороны, вы счастливы. От того, что вы создаете. Создаете, допустим, какую-то работу. Которая приносит пользу людям. Создаете семью, на которую все ориентируются. Все уважают. Но не дай бог. В такой вот ситуации, какая у вас будет складываться. Не дай бог, что-то пойдет не так. Вам-то нужно, чтобы все было идеально. Вам-то нужно, чтобы, не дай бог, никто не посягал на ваше счастье. Вот. И вы во что бы то ни стало будете, ну, так скажем, держать марку. И иногда люди держат марку вопреки каким-то уже, вопреки счастью, понимаете. И вот вам нужен совет по этой карте, чтобы быть счастливым по верховному жрецу. Вам не нужно зависеть, в первую очередь, от мнения людей. Да, они вас уважают, да, ценят. Но они вас будут еще больше уважать и ценить. Если вы будете самим собой, будете показывать, что да, вы ради своего счастья можете нарушать какие-то заветы, можете показать свою слабость и так далее. Такая позиция номер три. Четвертая позиция. Счастливая ли у вас судьба или нет? Девятка Пентакли. Ну, а с богатой судьба? Если вы сейчас еще не богаты, знайте, что вы будете богаты. Богаты, уважаемы, ни в чем не будете в будущем нуждаться. Процветание вас ждет. Процветание, счастье, развитие в богатстве. Стабильность, спокойствие. Причем можете даже какие-то, знаете, показывать примеры хорошего вкуса. Как одеться, как себя повести в обществе. Все, что угодно. Обзор ресторанов. Ну, купайтесь в роскоши в будущем. Прям срывали куш сейчас этой картой. Вы – любимиц и половинь судьбы. Вы – счастливый человек. Вас кто-то обожает, кто-то боится, кто-то ненавидит. Но дело не в этом, а в том, что вам в жизни в чем-то повезет или повезло. Родились вы в рубашке. И вот уж у кого-у кого, а у девятки Пентакли счастливая судьба. Это золотая клетка, где человек живет, он ни в чем не нуждается. Его семья ни в чем не нуждается. Знаете, ваша главная задача какая, совет по этой карте? Не потерять это все. Уметь это сохранить. Потому что люди, когда они купаются в роскоши, в богатстве, в счастье, в таком, да, в изобилии, они пускаются во все тяжкие. Они начинают употреблять наркотики, заниматься избыточным шоппингом. Вместо того, чтобы приумножать свое богатство дальше, они, бывает, начинают растрачивать. Они, бывает, увлекаются алкоголем из скуки. А вам некогда скучать. Вам надо развиваться. Вот вас ждет что? Богатство и развитие. Так вы второй-то пункт тоже выполняйте. Развивайтесь. Изучайте. Смотрите этот мир, раз вам дается такая возможность. Цените ваше богатство и цените ваше счастье, фортуну. Не упустите ее из рук. Вот она, эта птичка, она может упорохнуть. Вот это единственный совет по этой карте. Вы счастливый человек. Сто процентов. Пятая позиция. Счастливая ли у вас судьба или тяжелая? Туз-чаш. Вы счастливый человек. Но энергия воды сильна в вас. И, естественно, вы связаны с луной. Может быть, вы рак по гороскопу. Скорпион или рыбы. Но чаще всего рак. Вы знаете, карта эта говорит об избыточных эмоциях, чувствах. Когда человек живет интуицией. И ваша интуиция, она на высшем уровне. Возможно, вы магией занимаетесь или тарой. Это ваше. И сновидение. Это ваше. Вы живете чувствами. Вы не можете жить разумом, логикой. Это не получится у вас. Да, вы счастливый человек. У вас счастливая судьба. Но все счастье, которое есть, вы берете своей интуицией. То есть, вовремя почувствовали человека. Вышли замуж или женились. Вовремя почувствовали, с какой деятельностью связаться. Нашли себя. Вот если интуиция у вас будет работать на полную катушку, вы с помощью нее можете всего в жизни добиться. И богатства. И здоровья хорошего. И детишек побольше. И крепкую семью создать с хорошим человеком. Но только если вы будете чувствовать. То есть, вам не нужен это. Вот эти логические цепочки вообще никак не нужны. Вам нужно именно чувствовать. Научиться чувствовать. Научиться этому видению. Вам нужно подключить способности рода. Способности к любым практикам. Кто-то ясновидением занимается. Кто-то ясновидением развивает. Кто-то искусство таро. Кто-то на камнях гадает. Кто-то магию земли использует в заговорах. Кто-то воды. У вас вода. Да, вот тут прям течет. Кто-то. Поэтому у каждого свои способности, кто выбрал пятую позицию. Но пока вы их не разовьете, пока вы не примете дар вашего рода, ничего не получится. Ваша счастливая судьба напрямую зависит от этого. Вот такая позиция номер пять. И шестая позиция. Счастливая ли у вас судьба? Звезда. Да, вы счастливый человек. Однозначно у вас счастливая судьба. Вы благословлены. Свыше у вас есть два ангела-хранителя, которые ведут вас. И ваша звезда в объединении. И вы человек, который точно переедет. Или переехал, уже поменял место жительства куда-то очень далеко. Либо вы переедете очень далеко в другую страну или на другую часть нашей большой страны. Но в любом случае это человек, который меняет место жительства. И это в корне меняет его жизнь. Но у вас счастливая судьба. Вы повидаете свет. Вы будете много путешествовать. Вы поменяете место жительства. Вы в корне измените свою жизнь. Переставите ее с ног на голову. И вас там ждет просто объединение с человеком, который является вашей второй половиной. И счастливая, прекрасная семейная жизнь, любовь. А что еще надо человеку? Счастье. В семье, в развитии. И в любви нашей с кем-то. Когда мы находим вторую половинку, это действительно счастье. Нет у вас жизненных таких сбоев и трудностей. Вам нужно взять на вооружение то, что вам нужно переехать. Скорее всего, если вы еще не переехали, вы не там живете. И поэтому задаетесь вопросом, а счастливый ли я человек? А не тяжелая ли у меня судьба? А вам всего лишь нужно схватиться за эту возможность и уехать оттуда, где вы находитесь. Если же вы уже переехали, стройте, стройте свое счастье, ведь оно у вас не за горами. Карта звезда говорит о том, что ваши проблемы все решатся, даже если они сейчас есть. И уж вы на 100% счастливый человек. Вот такие у нас были 6 позиций. Всем спасибо за внимание. Жду ваших комментариев по данному видео. Приглашаю вас на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению и на ритуалы. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео, пишите комментарии. И до новых встреч! До новых встреч!